Я сказал, дальше вас не поведу, что-то. Говорят, что у меня уже война начинается. Зеленский, п***, не объявленный. Просто его в***ли и не объявили. Они должны там у себя быть, а не здесь. Мы их не ждали. Это оград, смотри. Вот, даже вот, сними вот чья. А военных тут нет по близости, получается? Нету. Вообще нет. Вот это ему в хату залетело. Вот так от головы пролетел. Карда манипуляции, практичный, словный. Воевать умеют. Не просто, а воевать умеют. Все, скинуто, все выброшено. Где-то в гражданское, да. Снайперская винтовка для танков. Если она шьет, братан, она вообще делает такие вещи. Россия здесь. Мы на страже. 74-й подъезд. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на 70-й наружный. Заходите. Добрый день. Меня зовут Андрей Кусельников. Я журналист. Вас велела навестить ваша внучка. Ольга, величка Ольга. Знаете? Да. Из Донецка. Ой, спасибо. Как вы поживаете? Живы-здоровы? Да. Так, держите. Это вам небольшой продуктовый набор. Крус, мак, чай, кофе, сахар. Ага, спасибо. И она видела. И говорит, давайте ей привет. Доце там. И зятю. И внучку, правнучку. Ромчику. Как у вас планы? Что намерены? Здесь пока или эвакуироваться будете? Нет, только здесь. Остаетесь? Да. За моей спиной центральная площадь Северодонецка. И здесь же находится здание администрации, в которой располагалась военно-гражданская администрация всей Луганской области Украины. Вид на промплощадку Северодонецка. Территория комбината Азот. А, его, пожалуйста. Это все они просто разнесли. Перед нашим приходом началось, ну, когда начали, наверное, на что? Так, ну, вот это вот то, что я вам говорил. Это вот этаж. Они тут ввели киносъемку. Ну, как? Дальше студия есть, я вам покажу. Вот никто, почему бы снимать. Смотрите, вот, зайдите. Зарядные, ноутбуки, кинокамеры, все, что вы хотите. Все у них тут было. Они тоже с этого здания отбивали. Потому что тут еще куча патронов, а там еще повыпер. Блин, были как их? А, вот студия. Ну, вот студия, пожалуйста. Ну, да, вот. Дальше там разорванные журналы есть российские, я вам покажу. Ну, сейчас должны найти, по-моему, тут, наверное, на этаже. Три годы Марка Дахарка. Книга уникальная. Пиарда манипуляций, практичный словник. Евгений Булат, Евгений Чикаленко, неизвестно кто. Куприн? Так, а почему не декоммунизированный Куприн, я не понял. Вещались, объясняли, что это ужасная книга, которую нельзя никому, особенно детям. Куприна? Да. Это да. Оно развращает мозг юных, как их, украинцев. Тут проверено, тут меня нет, проходите. Мы тут все проверили. Это все они просто разнесли. Перед нашим приходом началось, ну, когда начали нашел, они просто все это, как, стерли, взорвали и повытирали. Война идет именно за природные ресурсы. И вот такие вот брошюрки они выдают. Типа, мы им не даем, мы им запрещаем, мы вот это вот, сепары. О, мы сепары. Это, короче, собачьи медали. Да-да. Чтобы объяснить, вот этот брест, который написан вот тут. Кого не копали? Черное море. И насыпали горы Карпаты, пути в клятые москали нам не допомогали. О. Ну, как-то так. То есть они вырыли Черное море и насыпали Карпаты? Да. Это по нам. Залетел? Да. Сейчас секунду. Держи. Так, вот, еще и кину. Сейчас. Сейчас, 1850 год. Настоящий флаг. Еще, еще тех времен. Это все еще царство. Благодарность, ну, по-русски, благодарность. Грамоты, грамоты. Которые должны говорить на правду, нести всем. Они вот это врали. Всему народу, всему миру. Вот это им подяки. Армия России. Журнал был красивый. Аккуратненько. Представлено небольшое вооружение. Тут машинки. Ну, нормально было это самое, в принципе, как познавательное. Ну, это ж, все делось вот так вот, оторвало. Это же россияне. Это кацаны. Это, 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 цего не должно быть. Буты. Такая ненависть какая-то. Не знаю. Не нормальная ненависть. Я с 14-го года воюю. Я вообще-то дома был. Все хорошо было. Я думаю, уйду на пенсию. Будет все прекрасно. А тут началось. Я что, я, я, я не обязан никакому бандыре мне поклоняться. Еще какой-то Шухевич у меня. Которых я знать не знаю. Оказается, узнал потом, что кто такой Шухевич. А для вас война как началась в 14-м? Присел женой за стол, сказал, я пойду. Она сказала, я не возражаю, потому что потом тебе остроиться. Я сказал, да, хорошо. Ну, так и пошли. А так как в роду все у меня военные, то, извините, я имею право защищать свою землю. Свою семью. То есть сразу оказались в ополчении? Конечно. Да? Мощная. Это очень жесткая бейсболка. На полчаса урубает человека. Вообще-то ее колят женщинам при родах, насколько я знаю. И случай ранения, да? Ну, и случай. Очень серьезная штука. Очень. А у них это, я не знаю, топами вот так вот, кучами лежат. Они вот, то ли питаются ним, то ли что с ним делают. Мы обойдемся, как говорится. А деткам витамины большое спасибо ребятам. Здесь все-таки лето хоть какое-то, хоть и военное. Да, мы с опозданием лето, да. Как-то так. Курчечку ели, черешенька ели. Так что. С божьей помощи. Держимся, выживем. Спасибо большое ребятам. А внизу получается вот, вот тут сгоревший танк, позавчера подбили. Ну, тут метров 20-70. То есть уже до начала промзоны 250 метров, да? Ну, я сказал, дальше вас не поведу. Потому что, дальше у меня уже война начинается. А до позиций, да, украинских? Чуть больше, да, может быть? Полкилометра 400. Ну. Давай так, миномет лопит 330 метров в секунду. У меня получается среди разрывов раз-два. То есть это, кем, это полтора. Здравствуйте, зачем вам столько веревки? Как ты че? Пятого этажа. Пятого этажа спрыгивает. Плиты снимать надо. Ну, видишь, плиты разбиты. Еще один град, и все, и мы не выжили. Ну, говорят, все-таки, среди местных есть вот те, кто работает сейчас. Дайдем. Закопаем вместе. Корректировщики что-то там. Корректировщики. Вот там у нас среди могилы есть, это, слава богу, своей смертью померли. Если я поймаю корректировщик, он будет там пятым. Ну, без имени и очень. А у нас же знаешь кого поймать? Вот там вот в Азоте, б**ть, иностранцы споймались. Вот мы хочем его посадить вот на вот эту вот башню. То есть если вам наемники попадутся, они им не поздравятся? Нет, конечно. Они должны там у себя быть, б**ть, они здесь. Мы их не ждали. Зеленский, б**ть, не объявленный. Просто его б**ли и не объявили. Если бы он был нормальным человеком, не было бы вот этого всего. Понимаете? Оно-то начало. ЕС, НАТО, ЕС, НАТО. Когда он, мужики, покажите всем. Вот люди живут. Вот раздолбанные дома. Люди уже высаживали помидорчики, что-то. У них лето скоро, да. Перчик. Вот редисочка взошла. Люди живут. Мы хотели, мы на дачу не можем выйти. Дача у нас далековато. Ну, приходится здесь выращивать. Возле дома так. Это как мышь, а знаешь, свистит. Ку-у-у, все в подвал. Бабах, вот. Бабах, раз. А там вообще скверик весь побитый. Б**ть, абсолютно весь. Детям сделали площадку красивую. Все. Разбили. Еще не было этих людей. Не было вообще. Разбили все. За что? То есть разбили еще до того, как сюда ЛНР зашла? Да тут еще, блин, нормально. Еще город свел. Начали стрелять. Подождите секундочку. Не пахло. И ДНРом не пахло. Никем не пахло. То есть украинские войска обстреливали ваши дворы, когда здесь не было восемь. Били по магазинам, где спиртное. Во, во, во. Это по местным жителям. Во, во, во. Так поверь, поверь. Что это прилетело? Это Град. Смотри. Вот, даже вот с ними вот. Чьяна. Чьяна. Макс тоже. Вот. А вот это все с него. Вот. Это забывательный со 152-ю. Что они так помогают в Украине? Да, помогают. Снаряды. Это те же б***ь. И да, д**й падал его вот это вот. Это не люди. А так вот. Это с черком по фонтану. Там вон фонтаны заедут. Фонтаны попадают. Фонтаны. А вот что? Кому они мешают? В твою квартиру. Ну, кому прилетело? Ну, это не прилетало отсюда. Разносят. Ему в хату залетело. Вот так от головы пролетело. Вот сидел, кушал. И вот так вот от головы пролетело. Это осколок вот? Это, скорее всего, осколок от 152-го выстрела. Снаряды. Снаряды, да. Вот просто стреляют по мирным жителям. По мирным. Здесь квартал разбили. Лупят вон туда. Лупят туда. По всему этому. А военных тут нет поблизости, получается? Нету. Вообще нет. Зачем они им подспалили? Вот скажите, зачем же? Институт никому не мешал. Они здесь базировались. Они здесь находили. Потом взяли его, полили. Зачем? То есть вы им враги, получается? Да. Наша Оля в Москве. Дочка ваша, да? Давайте, телефон. Огромный привет. Олечка, мы живы все. Все хорошо. А в Питер можно? Давайте. В Питере тоже привет всем. Я за тобой так соскучилась уже. Ну, если встречи братом, там, ну, все в своем роде. И внучок там у меня в десанте. Все нормально у нас. Не переживайте. Воронеж. Савина Елене Константиновне, дочери. Батюшин, здорово, привет. Так, все, давай. Вот уникальная вот на этой площади. Это вот эта вот стела. Что, сохранилась, да? Да, можно. Попасть не могут. Не попасть, не сбить, ничего не могут. Они стояли тут. Потому что до сих пор формы. Вон эти, яшечки, банки. Портивогатные. В Советском Союзе такого нету. Тем более в Российской Федерации. Попасть в вас спуститься, могу показать, там, у них больше вещей. Конечно, боятся, как не знают, в компании. Это все есть. Воевать умеют. Не просто, а воевать умеют. Понимаете? Вон, пожалуйста, яшечки. Сторожно? Вот они, желтые ленты. Вот они, котелки. Вот они, котелки. Вот спальные мешки. Я не знаю, сколько это денег стоит, но это вообще обалдеть. А, вот, пожалуйста. В магазине. Разбитые магазины. Это когда во время шкинула. Вот они, простреляны. Это ж оттуда, немецкая форма. Вот опять форма. Буш-хлад. А, вот одежда. Майка, майка. Вон трусы, майка. То есть, скинутые трусы армейские, да? Все скинуто, все выброшено. Это майка. Все скинуто, все выброшено. Потому что... А где-то гражданское. А где-то гражданское, да. Потому что... Мы что-то тоже проверяем. Все брошено, видите? Они жили нормально, по-человечески. Вот как говорится. По-человечески, объясните, знаю как. Вот. Мылись. Сушили одежду. Оборона поставлена очень грамотно. Вот я смотрю, что окопы, да, везде? Да. Оборона поставлена грамотно. А вы их как оцениваете? Вот на какую отметку? Как они воюют? У меня получается где-то 4 с плюсом. Почему не 5? Мы сильнее. А они слабее, чем? Духом? Во мне. Во мне. Кровь победителя. Кровь моего деда. Это снайперская винтовка для танков называется, братан. Снайперская винтовка для танков. Если она шьет, братан, она вообще делает такие вещи. Как только оттуда кто-нибудь голову высовывает, держал, домой сразу все, домой уехал. Там просто танки нет, нету где. Вот такие дела, пацаны. Вот так здесь все это происходит. Все на месте, все сами видите. Куда дальше уже это все передавая. Там уже постоянно такие зоны опалены. То есть уже зона комфорта заканчивается где-то. Где-то, наверное, в начале она уже закончилась. Это зона комфорта. Вот такие дела. Россия вперед. Россия здесь. Мы на страже. Пока мы на ногах стоим, фашист не пройдет. В память наших дедов.